Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. А у нас продолжается утро на Болткоме. И вот как мы обещали, гости, будем говорить о культурных событиях. Мария Данилюк, актриса. Здравствуйте, доброе утро. Хотя вот уже вот... Нет, всё нормально. Вы говорите вот на таком расстоянии, всё будет слышно идеально. То есть вот где-то не нужно совсем близко и не нужно совсем далеко. Мария, скажите, вот вы же снимаетесь в России. В фильме «Пельмени» я вас видел, ещё в ряде картин российских. То есть вы уже вот как бы там или здесь? Вы с нами или с ними? Так сформулируйтесь. Я с вами и с ними. Ну, я предпочитаю не выбирать. И нашим, и вашим. Вот так вот. Дело в том, что у меня так сложилась судьба моя, что я, да, вот даже в это сложное время сейчас существую на две страны. То есть приходится часто путешествовать, пересекать границу? Ну да. Как с тестами? Как с прививками? Ну, с прививками всё в порядке. Не, ну, на самом деле, в России же не признаёт европейские прививки или признаёт? Как это происходит? В России не признаёт. Ну, официально в России не признаёт. Ну, а на границе как бы я прохожу с латвийской прививкой. То есть это какая-то парадоксальная совершенно ситуация, да? Да, абсолютно. Ну, главное, что на творчестве и на работе не отражается. А пускай они признают, не признают всё что угодно на самом деле. Да, я нашим слушателям скажу, что Мария принимает участие в очень интересном проекте. Это спектакль по пьесе Ивана Варапаева «Солнечная линия». И 6 и 9 как раз таки декабря в мемориальном центре Жаниса Липкина есть возможность посмотреть этот такой уникальный спектакль в том, что всегда интересно, когда два актёра всего, в спектакле принимает ещё участие актёр театра «Дайлес» Андрис Булес. И вот насколько то, когда два актёра в спектакле, насколько это вот, я понимаю, нагрузка, напряжение, то есть нет возможности спрятаться, условно говоря, в массовке. Вот это вот ощущение, когда ты на своих плечах тащишь весь спектакль, всё внимание зрителя всё равно приковано к тебе. Это сложно? Ну, в смысле вопрос, насколько это сложно? Ну, это, да, определённая степень ответственности, конечно, она увеличивается очень сильно. Но дело в том, что сейчас, вот в наше время сложное, очень этот спектакль, он напрямую связан со зрителем. То есть мы в какой-то степени берём зрителя в свою игру. Ну, то есть у нас нет четвёртой стены по Станиславскому. Мы как бы существуем, мы обращаемся к зрителю. И сейчас очень сложный момент есть, потому что все зрители сидят в маске. Поэтому ты не понимаешь вообще, что они думают, что они чувствуют, как они воспринимают. И так как латвийский зритель, он не, так сказать, сдержан, ну, в некоторой степени, то это ещё более, потому что ты не понимаешь, там, человек улыбается, ну, говорит, глаза, зеркало души. Но на самом деле в маске не видно, улыбается человек или не улыбается. И это, конечно, усложняет, потому что первые прогоны нам вообще было сложно. Без зрителей? Нет, вот когда у нас начались именно прогоны на зрителей, было очень сложно, потому что мы не понимали вообще реакцию. Ну, как зритель воспринимает, ну, это сложно. Да. А я хочу сказать, что действительно во время спектакля и вот подсаживаются чуть ли не рядышком со зрителями и обращение к зрителям. Но о чём спектакль, может быть, в двух словах? Это история в отношении пары, а насколько вот, ну, в чём идея спектакля? Ну, это история, ну, прежде всего, о возможности договориться. Потому что в наше время мы перешли все вообще на общение в соцсети. У нас нету такого контакта, мы не разговариваем друг с другом. Мне кажется, что пьеса написана в 2015 году, но она очень актуальна сейчас, потому что это люди, которые пытаются понять друг друга и пытаются услышать друг друга. То есть они проходят разные стадии, разные попытки, ну, и в итоге они как бы преодолевают эту «Солнечную линию». То есть спектакль о том, о том, что нужно разговаривать и нужно искать возможности, и как бы они обязательно приведут к положительному результату. Если я правильно понимаю, по сюжету, вот пьеса Ивана Вырыпаева «Солнечная линия», по сюжету вот эта пара начинает разговаривать буквально на рассвете, в 5 часов утра. Что их заставляет в такое время вести настолько серьёзные диалоги? Дело в том, что вот как бы как по пьесе, они разговаривают уже давно, очень давно, они не могут с 10 часов вечера до 5 часов утра, и они не могут договориться. То есть они пытаются… То есть мы погружаемся в какую-то уже финальную стадию. То есть это уже круги, круги, как бы они идут, 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 и никак не могут найти никакого решения. Это как бы кульминация. И «Солнечная линия» – это первый луч Солнца, который прорезает тьму их отношений, запутанный клубок. Не совсем. Ну, уже можно трактовать как угодно, но «Солнечная линия» – это линия, которая их разделяет. То есть они всё время пытаются преодолеть стену непонимания. Ну, а в итоге они понимают, что ничего преодолевать на самом деле не надо. Огромный массив текста. Вот насколько я понимаю, вот сама по себе вот задача актёра – выучить этот текст, прожить его через себя. И тут я понимаю, что для Андриса Буллиса это же ещё и неродной язык. То есть насколько это вот было сложной задачей. Очень сложно. Но, во-первых, у Андриса это не первый опыт. Он и выступал в России, он работал с Галиной Полищук, и они и в Питер ездили на фестивали, и они играли на русском языке. Ну, то есть это не первый его опыт. Но, естественно, ему это сложно, потому что, когда мы начали репетировать, Андрис сказал, что у него давно уже не было практики, даже разговорные на русском языке. Поэтому, ну, конечно, мы преодолевали. Даже я преодолевала. Я думаю, господи, он-то, хотя бы это не его родной язык, ему есть оправдание, а мне я не могу. Ну, потому что это огромное море текста, и, конечно, нужно... И там ещё сложность есть такая, что у Ивана Вырыпаева, это же его определённый язык, ну, это как именно вырыпаевская музыка. И его надо произносить определённым образом, потому что там такой текст, что, в принципе, очень хочется уйти в бытовуху. Но категорически у Ивана нельзя этого делать, потому что, ну, в общем, он сам по себе абсолютно самодостаточный, сам текст самодостаточный, и в этом очень большая сложность актёрская, потому что всегда хочется поддать, поджать, ну, как-то сыграть что-то, выразить свои эмоции. Ну, соглашусь, у Вырыпаева, конечно, текст довольно уникальный, это он сам язык. Цитата от автора, кстати. Я хотел показать, почему люди не могут найти контакт, что им мешает. Так что им мешает? О, это он о пьесе говорил. Какие выводы мы можем сделать? Что нам мешает договариваться, разговаривать, коммуницировать? Ну, да просто потому что мы не слышим друг друга. Ну, это в пьесе очень ясно показано, ну, когда они просто не слышат друг друга, то есть они воспринимают реальность, два героя, вот моя героиня и герой Андриса, мы по-разному воспринимаем реальность. То есть я вижу в происходящем, ну, это на самом деле в жизни же так и есть, что какое-то событие, и люди совершенно по-разному его видят. То есть один человек расскажет, с ними произошло одно и то же событие, они вместе шли, один будет рассказывать об одном, другой может рассказать совершенно противоположную историю. Ну, это же нормально. Да-да-да, это нормально, но вот как раз Иван про это и говорит, как, возможно, с разным восприятием, с разным видением мира, вообще полностью, будучи разными людьми, как можно прийти к общему какому-то знаменателю. Вот у меня тут как раз вот назревает такой глобальный вопрос. Выбор Андриса Болиса был осознанным, то есть к тому, что эта постановка, она приобретает как бы не просто бытовой характер, но такое ощущение, ведь это можно воспринимать, вот я лично воспринимал в нашей стране, которая, в принципе, живет много разных национальностей, это как контакт может восприниматься как латышей и русских, нет? Изначально, ну, на самом деле это вопрос к нашему прекрасному режиссеру Евгении Шерменевой, но на самом деле задумки такой изначально не было, это случилось. Так как мы действительно живем в такой стране многонациональной, то, естественно, театр, он же отражает жизнь, и это вполне себе естественная ситуация, но в итоге именно так и получилось. Ну, эта история получилась про Латвию. Дополнительный смысл этого. Ну да, 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 дополнительный приобрел, но изначально в этом не было какой-то там… Ну, то есть Верыпаев писал не про Латвию, то есть это… Нет, 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 известно. Что не про политику. Да, но тем не менее, вот какой-то действительно, вот я находил, ну, вдруг вот я где-то к середине спектакля начал задумываться, что, боже мой, как это всё похоже, когда вот иногда бывает, что вот мы говорим и не можем, ну, одни и те же события видим совершенно по-другому и не можем найти общий язык, и вот, в принципе, вот преодоление этого барьера… Поэтому ещё, да, тут ещё как бы получается, что он латыш, я русская, и как бы это ещё просто, ещё языковые какие-то нюансы. И вот об этих нюансах в том числе, напоминаю, можно будет задуматься в мемориале Жаниса Липки 6 и 9 декабря на спектакле «Солнечная линия». А меня вот ещё заинтересовала проблема, наверное, ну, это вопрос, может быть, к Евгении Шерменёвой, но тем не менее, насколько было сложно вот такой разговорный час-пятнадцать массив вот этого текста построить вот именно так, чтобы было интересно за этим наблюдать, чтобы это было не просто два человека, которые стоят и разговаривают, то есть вот чтобы что-то происходило, какое-то действие, движение, вот как это вот придумывались какие-то вот ходы, приёмы, чтобы было интересно за этим наблюдать? Сложно в муках, ну нет, это, конечно, Женя, она… Это качели, то есть там вот какие-то вот эта вся хореография, это вот всё это… Женя уникальный человек, она умеет собирать команду, то есть она находит таких людей, прекрасный сценограф у нас, режиссёр по звуку, по свету, то есть у нас такая компания собралась, которая очень слышит друг друга, и, конечно, многое менялось, но качели Женя придумала сразу, то есть качели возникли ещё до того, как мы начали репетировать даже, и, естественно, они дают дополнительные возможности сразу же, и, ну, если ружьё на сцене, значит, оно должно обязательно выстрелить, ну, в смысле, что это уже даёт дополнительные возможности для игры, ну, сама сценография. Почему именно мемориал Жени Солипки такой выбор площадки? Чтобы ближе быть зрителю, какие-то экономические соображения? Насколько я знаю, насколько я знаю, в Жене были разные варианты, и остановилась она именно на музее, потому что это, во-первых, прекрасная площадка, и я так понимаю, что это не единственный, Женя, ну, проект, то есть это только начало сотрудничества с музеем, уже небольшие планы, поэтому я думаю, что, ну, как бы, почему конкретно на эту площадку, во-первых, я там играла, кстати, уже, ну, в смысле, не я выбирала, это договаривалась с Женей, и, конечно, этот вопрос, наверное, правильнее задать Жене, ну, как бы она более ясно на него ответит. Ну, это какое-то вот для меня, это просто счастье было, когда Женя сказала, что мы будем играть в музей Жени Солипки, и подумала, о, ура, и как домой туда вернулась. Ну, в смысле, это какое-то пространство уже обжитое мной. Но это, с другой стороны, очень небольшое пространство, и, во-первых, это накладывает, ну, определенные ограничения на количество, ну, зрителей, возможностей. Особенно сейчас. Да, чтобы посмотреть, а, во-вторых... Тем более надо спешить за билетами на 6-е, на 9-е декабря. А второй момент – это то, что практически отсутствует, вот, действительно, четвертая стена, и... В общем-то, и по бокам вообще отсутствует. Да и стены за спиной зрителей и за спиной актеров. Практически это игра... Иммерсивный получается такой. Среди зрителей, да, потому что они окружаются со всех сторон практически вот это действие. То есть, насколько вот этот опыт такого необычного все-таки театра? Да, это сложно. Я говорю, что усложняется еще это все вот этими масками прекрасными. Я надеюсь, что когда-нибудь как-то это, ну, пройдет, и мы сможем нормально увидеть уже лица зрителей. Либо научимся читать по глазам. Ну, да. По мимическим морщинам. Ну, слушайте, слава богу, актеров не заставляют надевать маски. Это было бы тогда гораздо еще более усложнено. Олег, спешу напомнить, в Древней Греции играли в масках, и ничего? И как-то развилась и драма, и комедия? Ну, как-то после этого отказались все-таки, согласитесь? Молодая поросль не потянула. Да. От Катурнов тоже отказались. У нас между собой сейчас пошел уже. Неожиданно забыли проговорить. Экскурс в историю театра. Есть ли какие-то еще, я понимаю, планы и в январе, да, его играть? То есть это, в принципе, такой проект. Да, у нас большие планы. Мы вообще планируем гастролировать. Я надеюсь, что все произойдет. Гастролировать по Латвии или показать его где-то? Нет, по Латвии и по странам Прибалтики. И вообще вот Иван Ворыбаев, он сейчас работает в Польше. Вообще он живет в Польше. И было бы здорово, если бы мы смогли и туда поехать, конечно. Это надо нам подготовиться, отчеканить еще, потому что вот сейчас у нас были спектакли в ноябре. И было сложно, потому что у нас был огромный перерыв, был месяц перерыв. Из-за локдауна. Да, из-за локдауна. И сложно было как-то, потому что этот текст, им надо очень хорошо владеть этим текстом, именно мелодикой этого текста. Главное, чтобы не забыть тут за месяц. Да, нет, мы забыли, все, мы в ужасе, мы когда встретились, мы репетировали. Ну, просто, господи, как такое возможно? Еще раз, просто нам уже показывают, что время завершилось. 6 и 9 декабря, мемориал Жаниса Липки. Ну, билеты ищите, я думаю, что через интернет можно будет найти возможности. Мария Данилюк, актриса театра кино, участница вот этого замечательного, прекрасного проекта по пьесе Ивана Ворыбаева. «Солнечная линия» называется спектакль «Солнечная линия». Спасибо огромное, что нашли. Спасибо большое, спасибо. Всего доброго, удачи. До свидания.